Музыка Хе-хе-хей! Всем доброго времени суток! С вами опять я, Владислав Янгловский. На этот раз мы будем делать еще один очередной обзор, то есть не мы, а я. Очередной обзор на новую девайсину. Мне прислали очередную девайсину. Это супер-пупер внешний жесткий диск 2,5 дюймов компании Transcend на 1 терабайт. Так, сразу оговорюсь, что винт не имеет порта USB 3.0, так как мне он просто не нужен. Он специально для ноутбука. Ноутбук я менять не буду в ближайшие годы. Если я обновлю себе компьютер, то это будет компьютер. И, соответственно, в него я поставлю USB 3, и для него я куплю внешний жесткий. А это мне специально для ноута. Итак. Сейчас, секундочку. Хоба! Вот так. Так легче. Внешний жесткий. Он у нас на 1 терабайт, как я уже сказал. Итак. Спецификации. 2,5 дюйма USB 2.0. Может нагреваться до 55 градусов по Цельсию. Что в нем еще интересного такого? Трехгодовая гарантия. Далее. Совместим со всеми операционными системами, такими как Windows, Mac и Linux. Но на Linux в нем ограниченная работа. То есть, мы не можем установить специальный рабочий софт для Linux, для резервного копирования и так дальше. А как накопитель он работает отлично. Необходимая операционная система – это желательно бы последние версии Windows, XP, Vista и так далее. Ну, в смысле, с последним сервис-паками. Далее, macOS не ниже версии 9.0. И Linux с версией ядра 2.4.2 или позже. Далее, для использования этого винчестера как тайм-капсула в операционной системе macOS X. Пожалуйста, его необходимо переформатировать в файловую систему HFS+. И еще тут кое-что. Transcend Elite и Recover RX. Являются предустановленными программами на это устройство. И также могут быть скачаны вот с этого сайта. Так, далее. Тут у нас всякая ненужная какая-то информация. Типа, что может содержать этот винт. Сколько всего в себе HD, видео, MP3 музыки и так далее. Ну, это, в общем, мелочи. И так, внешний, простите, внешний жесткий. Давайте, наверное, начнем, собственно, анбоксинг. А то я уже дождаться не могу. Специально его не распечатывал, чтобы показать все вам, как есть. Обожаю фирму Transcend. Не знаю, меня она ни разу не подводила. Надежная, отличная фирма. Я уже купил, был, внешний жесткий на 500 гигабайт этой же фирмы. Несколько лет назад. Ну, как несколько, так вот, года три назад. Так вот, что я должен сказать. Это отличная фирма. Она делает шикарную... Шикарные девайсы. Запоминающие девайсы. Я от нее просто в восторге. И так. Так, так, так. Ага. Хоба. Все, коробочки пусто. Вот наш девайс. Тут, как всегда, куча всяких книжечек. Так. Ну, давай посмотрим книжечки. Давайте посмотрим книжечки. Так. Гайд быстрого старта. На внешне жесткие. Тут нам рекламируют очередные продукты. Они свои. Ну, как всегда. Ведь это коммерция. Маркетинг. Здесь небольшая инструкция. Как что подключать. Куда. Вот. В общем. Ну, даже не знаю. Да это любой справится с этим делом. Я думаю. Так. Это у нас ограниченная гарантия на разных языках. Далее. Это брошюрка о внешних жестких дисках. Опять же таки рекламка очередная. Так. Итого. У меня уже есть вот такой вот. Это он, собственно, я его купил. И у меня есть вот такой вот. Оранжевый на 500 гигов. Я, кстати, думал такой же брать. Только жалко, что красный выпускается не более чем на 640 походу. Ну, не важно. Далее. Это их цифровые рамочки. MP3 плееры. Ну, в общем, фигня. Потом. Это у нас что? Это у нас USB шнур. Ну, USB шнур весь, как у всех. То есть, абсолютно одинаковый. На одном конце мини-USB. На другом конце два обычных USB. Все. И, собственно, сам жесткий диск. Давайте я его извлеку. Ух ты ж, ёлки. А он тяжелый. По сравнению с предыдущей версией, которая, ну, имеет меньший объем. Да, он тяжелый. Итак, что в нем? Корпус здесь резиновый. Тут какая-то там мега тройная защита от падения. Тут написано 1TB. Теперь я крутой. Теперь надпись 1 терабайт. Все будут думать, что у меня дофига памяти. Так, корпус, корпус. Корпус, как вы видите, вот такая вот резиновая накидочка. Интересная, как чехольчик. Он, естественно, он снимается, но что-то он снимается туго. И поэтому я не хочу ее моментально уже растягивать. Поэтому, с вашего позволения, я это делать не буду. Вот. Кнопочка быстрого резервного копирования. Пардон. Вася! Тебе там! Так. Кошка. Противная кошка драла диван. Вот. Ну, собственно, все, что можно о нем сказать, это все. Давайте, наверное, мы его подключим и проверим, как он себя ведет. И что на нем такого интересного уже предустановлено. Итак, вот он момент истины. Я беру этот винт. И, собственно, подключаю. Насколько я знаю, он работает от одного USB. И, конечно, я не знаю. Ага. Отошел шнурок. О! Хоба! Лампа загорелась. Итак. Винда. Дальше дело за виндой. Так, простите, у меня камера немножко дрожит, но тут я... Ничего не поделаю, устал. Так. Мы подождем, пока он определится. Хотя мы на всякий случай отключим наш внешний привод и подключим второй USB. Так, это сюда. О! Блин, я же нормально не засадил USB шнур во внешний жесткий. Итак, ждем, ждем, ждем. Ага. Происходит установка девайса. Девайс уже установлен. Мат моя женщина. Хорошо. Только я его пока не наблюдаю здесь. Это мой старый винт внешний. А где же наш новый? Вот он, вот он, появился автозапуск. 931 гигабайт свободен. Так. Запустим наш автозапуск. Активировать гарантию. Ну, сейчас посмотрим, что они тут нам накалякают. Страна. Страна. Мы живем в Украине. Стоп, нет, давайте все же дождемся тогда, чтобы загрузился сайт, потому что язык мне украинский не нужен. Ух тыжка какой. Страна Украина. Язык русский. Так. Вот, блин, ладно, придется... О, выкрутился, блин. Владиславянковский. Не. Оставлю свою служебную почту, и поэтому пусть будет такой. Так. Язык. Язык. Владислав. Подтвердить. Итак, активируется гарантия. Сейчас ждем, ждем, ждем. Не нравится мне, конечно, что у них такой туговатый сайт. Очень хорошо. Я, ребята, счастлив, что тут вы не можете страницу отобрать. Че, издеваетесь? Давайте еще. Страна Укра... Где? Украина. Язык русский. Не хочет. Ладно, с этим мы потом разберемся. Далее. На внешнем жестком содержится... Ага. Ссылка на бесплатные программы. На разных языках. Это помощник для бэкапа. А это помощник для восстановления удаленных данных. Кстати, нужно будет потом посмотреть. Они также, походу, содержатся вот здесь, да. Вот, короче, некий форматор, который помогает форматировать внешний жесткий. Вот помощник по Recovery RX. Он доступен здесь. Помощник по восстановлению удаленных данных, как вы видите. Кстати, на Mac и на Windows. И Transcend Elite. А Transcend Elite это, да, это вот. Это помощник по созданию бэкапов и так далее. Ну, я пользуюсь стандартными средствами Windows, поэтому мне он лично не нужен. Windows и Mac. Так. Вот и все дела. Всего этой гадости у нас на 39 мегабайт. Мы их потом куда-нибудь переместим и будем юзать. Вот. Собственно, вот такой вот получился у нас внешний жесткий на 1 терабайт замечательной компании Transcend. Я очень счастлив, что я его приобрел. Этой компании я доверяю. И она меня никогда не подводила. Ни разу никаких глюков. Ничего. Очень нравится его крепкий противоударный корпус. Вот этот вот мой внешний, он уже во время работы падал на пол. И, кстати, данные не то, что не повредились. Они не прекратились подаваться на компьютер. То есть, как я фильм смотрел, так и смотрел. Так вышло. Вот. Так что будем испытывать вот этот винт. Ну что ж. Спасибо за внимание. С вами был Владислав Янковский. Следите за обновлениями. Подписывайтесь на канал. В общем, всех благ. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!